Ставлю запись для тех, соответственно, кто у нас отсутствует, хотя те, кто будут смотреть в записи, ребята, записи это, конечно, хорошо, я сама очень много материалов смотрю в записи, но на самом деле гораздо круче присутствовать в момент события, а не смотреть его после. Поэтому все-таки по возможности надо стараться на планерках, в частности, присутствовать живьем, потому что, не знаю, у вас, когда, например, какое-то важное событие в жизни происходит, замуж вы выходите или женитесь, когда вы будете смотреть это в записи, это будет уже не то же самое, что было в сам момент происходящего. Вот, поэтому не надо ставить жизнь на запись, надо проживать ее здесь и сейчас. Вот, вчера у нас состоялось открытие девятого каталога, да, было оно у нас в новом месте, за городом, вот, немножко нас подъедали комары, но в целом было очень прикольно, да, как бы, ну, как минимум фон на фотографиях сменился, вот, контент подготовили новый. Немножечко, вот, ну, и самое главное, что мы увиделись, вот, меня прям такие, как бы, встречи, они всегда очень заряжают, да, потому что, ну, да, там чаты работают, мы в чатах общаемся, но все-таки, когда мы увидимся живьем, это вот, ну, некая такая синергия энергий, да, и это классно, вот, то есть я прям реально все время подзаряжаюсь. Если вам тоже нравятся наши оффлайновые встречи, да, то ставьте плюсики в чате или там в специальные знаки, ну, то есть как-то обозначите. Вот, я буду тихонечко дальше продолжать. Смотрите, у нас с вами, что, никому встречи не нравятся наши оффлайновые, вы чего? Ну, ладно, я буду считать, что это просто задержка чата. У нас с вами, да, как и в любом бизнесе, есть определенная цикличность, вот, так, у меня опечатка здесь на первой-второй неделе, конечно же. Сейчас у нас с вами идет первая неделя, да, середина фактически первой недели, вот, очень быстро она подойдет к концу и наступит у нас вторая неделя. Так вот, первая-вторая неделя, это у нас с вами стопроцентный упорный рекрутинг, то есть рекрутинг, рекрутинг и еще раз рекрутинг, да. На третьей неделе мы уже, ну, что называется, подбиваем цифры, вот, доводим, соответственно, себя и своих партнеров до выполнения личных планов, да, соответственно, и командного роста, соответственно. Вот, а первая-вторая неделя, это у нас максимальный рекрутинг. Вот, и сегодня слушала вебинар Александра Русских, точнее, цикл вебинаров, да, Советы на миллион. Кстати, тоже в чате отпишитесь, кто смотрел его цикл вебинаров или хотя бы там один вебинар из трех посмотрел. Есть такие у нас? Вот, я тоже сейчас дальше про это расскажу. Так вот, он на самом деле очень важную мысль озвучил в третьем своем завершающем вебинаре, что мы в бизнес не приглашаем, да, а мы бизнесом заинтересовываем. И на самом деле именно с такой позиции, мне кажется, правильно подходить к рекрутингу, да, что мы не приглашаем людей там куда-то, пригласить на вечеринку можно, да, или там на день рождения, вот. А мы именно заинтересовываем, мне кажется, с такой установкой как бы выходить на рекрутинг все-таки правильнее. Вот, потому что заинтересовываем мы согласно уже каким-то мотивам, да, человека, вот, и потребностям его. Никто не смотрел, да, Александра Русских, Советы на миллион? Нет? Ладно, сейчас я вам дальше про это расскажу и дам, ну, как бы свое немножко видение. Дальше. Нам важно тех партнеров, которых, соответственно, мы приглашаем, не бросать, да, как детишек бездомных, нам важно их в бизнес ввести в рабочий процесс. Благо у нас есть для этого поставленная система, у нас есть обучающий сайт, да, у нас есть краткий курс ведения в бизнес. Когда-нибудь я разберусь, почему у меня не прикрепляются видюшки, а прикрепляются картинки. Вот, пока можно просто высылать отдельными ссылками, потому что я уже во всех чатах задала эти вопросы, но никто мне не может на этот вопрос, к сожалению, ответить, и даже Google мне на этот вопрос не отвечает. Вот, поэтому я по-прежнему с этим борюсь, поэтому не удивляйтесь, что там по-прежнему картинки, я об этом помню. Так вот, мы новых подключенных партнеров вводим в рабочий процесс, да, вводим в состояние, как бы, команды, вот, помимо того, что в рабочее состояние вводим, и мы работаем обязательно на этой второй-третьей неделе, ой, простите, первой-второй неделе, с теми ребятами, которые у нас были зарегистрированы ранее, да, то есть мы в любом случае их держим в тонусе и информируем касаемо того, что происходит там в их структуре, да, то есть какие движения происходят в структуре под ними. Вообще, мне кажется, очень круто, ну, как бы, если человек, в принципе, адекватно на вас реагирует, да, то есть он не говорит, там, отстань, мне вообще-то нафиг не нужно и неинтересно, да, я там 100% здесь не буду, а он как бы в таком подвешенном состоянии, там, буду-не буду, вот, то очень классно человека прямо информировать про каждого нового партнера, да, что, например, там, Аня, привет, сегодня в твоей структуре появился еще один новый партнер, там, через какой-то период, да, еще раз, Аня, привет, а в твоей структуре уже, там, три новых партнера, да, и это уже минимум, там, твой уровень 6%, ну, вот в таком вот случае человека просто держать, как сказать, в рассоле, да, то есть не давать ему совсем из этого состояния уйти. Так, секунду, что у меня тут контакт хочет разговаривать со мной. Простите, понятно, о чем я, ребят, говорю, давайте мне какую-нибудь там обратную связь в чате, будет хорошо. Вот, то есть первая-вторая неделя, это у нас рекрутинг, это введение в рабочий процесс, соответственно, только что зарегистрированных партнеров, да, и это работа с теми, кто был зарегистрирован ранее. Что же важно, да, соответственно, во время самого рекрутинга? На самом деле важно уметь рассказать по-простому, да, вот такое вот сейчас все больше среди топ-лидеров, да, как бы бытует определение, да, то есть рассказать по-простому. И я вот для себя, да, еще определяю рассказать по-разному, потому что все-таки каждый человек, он разговаривает на своем языке. Ну, то есть, например, да, там сегодня я общалась с девочкой, которая раньше там занималась продажей детских вещей через Инстаграм, вот. И мне было сразу просто как бы начать с ней разговаривать именно как про интернет-магазин, да, хоть там Сережа Шихаев говорит, что там, мы забудьте там уже это слово интернет-магазин, ну, мое личное мнение все-таки, да, зависит от того, с каким человеком мы общаемся, какой у человека до этого был опыт. Если человек понимает, что такое там продажа через интернет-магазин, вот, то, в принципе, так и можно ему объяснять, да, просто объяснять, какие преимущества он получает здесь. Что здесь он, соответственно, не занимается вопросами качества товара, он не занимается там консультированием, да, как таковым, не на этом фокус в нашем бизнесе делается, консультированием по продукту имеется в виду, не занимается, соответственно, вопросами логистики, вот. То есть единственная его задача, да, это, в общем-то, задача информационная, точно так же, как и была бы в, там, его традиционном интернет-магазине, да, с традиционным процессом продаж. Я для себя как бы выделяю несколько таких вот, как сказать, подходов, да, через которые можно вообще подать идею бизнеса, ну, например, да, для людей, которые, ну, вот продажники-продажники, да, то есть для них, на мой взгляд, проще всего рассказать именно через совмещение как бы двух типов продаж, да, что первое, что мы делаем, это мы выполняем личный план, ты можешь это делать как продажу себе, да, собственного продукта, можешь делать как продажу, соответственно, даже не продажу, даже не так надо формулировать. Есть личный план, да, то есть любому менеджеру по продажам понятно, что такое личный план. Каким способом он его выполнит, как бы менеджер по продажам найдет, если он действительно будет заинтересован, да, в общей сути бизнеса, вот, то есть как бы оперировать именно такими понятиями. И второй момент – это продажа бизнес-возможностей, да, то есть как бы менеджеру по продажам, ну, наверное, не так сильно будет понятие, там, информационной деятельности, да, может быть, там, маркетологу или СММщику какому-нибудь, даже не СММщику, маркетологу скорее, да, ему будет больше, вот, понятно, там, информационной деятельности, да, мы информируем людей. Как бы продажник – это продажа бизнес-возможностей, как бы это вот язык человека, который в продажах варится. Вот. Кто у нас тут с опытом продаж? Катя Черкова. Катя Черкова вышла куда-то, делась куда-то, хотела спросить. А еще у нас кто-то есть? О, Катя Черкова появилась, но она не слышала, что я говорила. Ладно, хотела просто от нее, да, еще обратную связь услышать. Вот. Потом, например, для людей, которые какую-то предпринимательскую, да, деятельность имеют, либо имели, да, можно говорить и позиционировать, например, так, как это делает Роберт Шаймарданов, да, через открытие филиалов. Смотрели вы его короткий ролик, откуда-то он там с отпуска, не помню, где они были тогда, с Олей, и он рассказывал на презентацию бизнеса, как открытие филиалов. Видели, не видели? Напишите тоже в чате. Дальше. Для тех, кто имеет, например, какой-то опыт совместных покупок, ну, например, если вы рекрутируете ВКонтакте, да, и там у вас аудитория мам в декрете, очень часто у них бывают вот эти вот ссылочки, сейчас, Танюш, отвечу, эти ссылочки там на вот эти совместные закупки какие-то, да, то есть им понятна как бы эта, как сказать, технология вот этого процесса, да, что все закупают, организуют какой-то большой объем продаж, да, там для фирмы, соответственно, в которой закупают, и, соответственно, поэтому фирма им отдает товар там по максимально выгодным ценам. У нас по большому счету, да, то же самое, только нам интересно не низкую цену получить, да, а нам интересно сам объем продаж организовать, вот, то есть мы, по сути, выступаем как бы организаторами вот этих совместных закупок, да, только мы привлекаем не потребителей в эти совместные закупки, а мы привлекаем таких же партнеров, да, приглашаем с нами сотрудничать, рассказываем им идею, да, заработка, вот, то есть немножко как бы уже по-другому. Суть-то та же самая, да, но вкус-то как бы разный, вот. Ну и четвертый наш классический способ, да, как бы для, не знаю, для кого это подойдет. Это вот на самом деле, наверное, для многих подойдет, это через вот именно рекомендации, да, то есть подходить к человеку, с как бы позиционированием бизнеса именно через систему рекомендаций. Тут можно абсолютно любого человека, да, спросить, есть ли у него какой-то мастер, услугами которого он постоянно пользуется, либо там какой-то магазин, какая-то торговая точка, да, в которой он регулярно что-то покупает, и позиционировать через то, что, в принципе, он как бы этим доволен, он, скорее всего, там рекомендует этого мастера, да, либо этот магазин там своим знакомым, вот. Подходить именно как бы через систему того, что представь, что как бы ты с этим магазином, да, либо с этим мастером там заключил какой-то договор, и он, ну, грубо говоря, там за каждую твою рекомендацию, да, тебе платят какую-то копеечку, вот, то есть и дальше уже, соответственно, эту тему развивать. Вот, Таня, отвечая на твой вопрос, надо забить в Ютубе что-то типа Роберт Шеймарданов, презентации для предпринимателей. Я не помню точно, как назывался ролик, но я говорю, они вот там на отдыхе, там коротенькая презентация, он буквально там за каким-то столиком рассказывает, да, ее, вот, и именно подает это через открытие филиалов, вот, как бы людям из бизнеса, в принципе, это понятно, да, что открытие там филиала в каком-то другом населенном пункте, это очень, во-первых, серьезные инвестиции, да, это там торговые точки, например, какие-то, даже если не торговые точки, пусть это будет тот же самый интернет-магазин, это все равно там должна быть отдельная какая-то платформа, это должны быть люди отдельные, да, которые, соответственно, будут именно этот филиал сопровождать, вот, то есть это все равно идет ряд новых и новых вложений, а тут, по сути, ты можешь открывать свой филиал вот такой вот в любом другом городе, да, в любом другом регионе и ничего не вкладывать в это, вот, абсолютно ноль, ничего не вкладывать, хоть сто-то этих филиалов открой, хоть в любом регионе Российской Федерации, да, либо там, соответственно, вообще в другой стране, вот, то есть, итог, да, каждый говорит на своем языке, и каждый слышит свой язык, поэтому немножечко надо уметь как бы вот так вот лавировать, вот, по поводу коротких презентаций и по-простому, еще раз, да, повторюсь, что у нас сейчас в распоряжении есть вот эта вебинарка, если нет у вас возможности куда-то там выбраться, не знаю, там, в кафе, не в кафе, да, в какое-то место, либо дома, не знаю, там, спокойно сесть и записать свою короткую презентацию, чтобы отправлять потенциальным партнерам себя, как бы, а не другого какого-то человека, да, которого не знать, не знают, с ним не общались, вот, простите, пожалуйста, то пользуйтесь вот этой вебинаркой, вот, модераторская ссылка есть, я по любому запросу ее предоставлю, вот, в течение дня она свободна вообще практически всегда, то есть в основном идут вот планерки у девчонок по вечерам, вот, поэтому пользуйтесь, пока такая возможность есть, еще раз говорю, потому что как будет в следующем месяце, там оставим ее или не оставим, я пока не знаю, не могу сказать этого, вот, я лично тоже собираюсь записать по новой, да, короткие ролики, немножечко доколбасить вот тот, как бы, ну, это, скажем так, будет общего формата, да, такой ролик, то есть под все категории, скажем так, вот, и плюс хочу записать коротенькие такие объясняющие ролики по-простому, да, для разных категорий, да, для разных категорий потенциальных партнеров, вот, тоже буду в ближайшее время это делать, и вам рекомендую. Дальше, какой момент еще хочу затронуть? По уровням, по нашим, да, у нас с вами по, соответственно, маркетинг-плану есть до уровня 22%, да, есть, соответственно, другие процентные уровни, сначала консультанты, потом менеджеры, вот, и на каждом уровне, собственно, надо делать то, что надо делать, вот, если это уровень до 9%, то есть команда еще как таковой не сформирована под вами, да, то тут надо просто-напросто набирать массу, соответственно, рекрутировать, рекрутировать и еще раз рекрутировать, рассказывать о бизнесе, рассказывать и рассказывать, да, искать свой метод, который будет работать именно у вас, у каждого он будет свой. Дальше, на уровне с 12% подключается у нас сопровождение, у нас есть таблица сопровождения, ребята, кто пользуется, тоже вы поставьте плюсики в чате, вообще кто-то пользуется этой таблицей сопровождения, помните ли вы ее, о ее существовании, что она есть и можно не держать в голове, да, можно четко себе фиксировать, что дали, что не дали новым партнерам, что рассказали, что не рассказали. Помнит Лена, кто, кроме Лены, кто-то помнит еще? Вы пока в чате пишите, вот, я продолжу. Продолжу. Отлично. Катюш, а не пользуешься, потому что неудобно тебе, ну, как бы в голове проще все это держать или просто забывается? Ну, смотрите, как бы, как сказать, тут у каждого своя система будет, да, я вот, например, просто понимаю, что я могу забыть, как бы, там, дала я это человеку посмотреть, либо не дала я, вот, там, с новыми, да, недавно посмотрела так, поняла, что они у меня там советы новичкам еще, оказывается, не посмотрели, вот, потому что я в таблицу вовремя не заглянула, вот, проверила, соответственно, там, точно ли они у меня книжки прочитали, да, которые надо базовые прочитать, ну, в общем, вот как-то так, поэтому на подсказке все равно держать надо, мне кажется, удобно, вот, просто чтобы все не держать в голове, как бы, да, голову освободить для другого, вот, ну, и, соответственно, с 15%, да, у нас уже подключается обязательно лидерство, то есть под вами уже команда, под вами уже солидная команда, да, это 20 человек, вот, подключается обязательно лидерство, обязательно подключается мотивация по отношению к своим партнерам, и, как всегда, да, я обращу внимание на то, что под своими партнерами, да, подразумевается не только те, кого вы лично пригласили, а все, кто под вами, все. И если, например, вы те же самые планерки начнете проводить с этого уровня, так это круто. То есть, пожалуйста, собирайте тех ребят, которые под вами находятся, проводите планерки, планируйте уровни каждого, и это классно, вы просто быстрее будете расти мозгами. И вам потом, когда у вас там будет команда 100, 200, 300 человек и больше, не надо будет проходить эти шаги с нуля, вы просто уже на этом этапе будете знать, что это и как это. И уже, соответственно, к этому моменту должна появиться своя система работы, а своя система работы не только в плане рекрутинга, а в плане вообще как бы всего нашего каталожного цикла, начиная с того, что мы делаем на первой неделе, что мы отрабатываем на второй неделе, как мы отрабатываем закрытие каталога. То есть полностью своя система, она должна быть. Дальше. Что, соответственно, еще у нас в работе важно? Раз уж мы говорим о рекрутинге, да, то это минимум должно быть 50 контактов в день по холодному рынку, минимум 10 качественных контактов по теплому рынку. Дальше тоже сегодня вот когда вебинар Александра Русских смотрела, да, я еще раз поняла, что надо утепляться с холодным рынком и таким образом, да, расширять как бы свой теплый рынок, потому что, ну, наш теплый рынок, он, конечно, большой, он гораздо больше, чем нам кажется, да, он там не ограничивается только нашими соседями, одноклассниками, однокурсниками там и друзьями, вот, он гораздо-гораздо шире, и мы занижаем, в общем-то, его возможности зачастую, вот, но, тем не менее, расширять свой теплый рынок за счет холодного тоже надо. Ну, приведу, например, к примеру, да, как я недавно, ну, скажем так, добавлялась в друзья в Инстаграм, чтобы не просто там подписаться, да, и полайкать, я, например, использовала такую вещь, как я находила по хэштегу Абхазия 2017 людей, ну, просто я у Шахаевых увидела, как бы, и решила по этому хэштегу пойти. Вот, находила просто фотографии с детьми, да, и, соответственно, интересовалась, говорила, что вот мы в августе планируем отпуск, да, думаем, соответственно, в какое место поехать, как вам вообще в Абхазии, сервис, да, там, как природа, и я не делала абсолютно никакого предложения по бизнесу, моя задача была, чтобы все-таки человек, как бы, зашел ко мне на страницу, да, и у нас остались контакты друг друга, вот, то есть я завершала просто разговор тем, что там вроде спасибо за, ну, консультацию, да, вашу, за ваши ответы, вот, давайте там, я просто у вас останусь в подписчиках, как бы, в общем-то, интересно видеть там в ленте красивые фотографии, ну, либо там что-то такое формулировала, вот, ну, если что, обращусь к вам за контактами, ну, как бы, вот, в таком духе, вот, и, в принципе, Александр, как бы, он вот в своих этих вебинарах, да, тоже это говорит, что обязательно надо, как бы, вот, подобными способами свой холодный рынок утеплять, да, как бы, пусть маринуется, что называется, вот, ну, и чтобы, как бы, люди мариновались в рассоле, а не в воде, да, надо обязательно вести свои странички, обязательно их прокачивайте, это у нас 2-3 поста в день, да, минимум должно быть, не переборщайте именно с бизнес-темой и там с приглашениями, да, подавайте эмоции, да, подавайте эмоции, тоже мне очень это понравилось у русских, что он говорит, не пишите вы эти факты, уже как бы все задолбали этими фактами, да, пишите про свои эмоции, не знаю, там, сейчас вот, например, я думаю про то, как написать пост про лайнер, да, то, что ребята у нас едут на лайнере, то есть не хочется вот это вот опять 2 круизных лайнера, тырки-пырки, как бы, а хочется именно подать через какие-то эмоции. Сегодня вот у Маши Деминой читала прикольный был текст, вот, у меня пока мысль подать это именно через, как сказать, то, что, ну, сколько бы вы не зарабатывали денег, да, но, скорее всего, ваши деньги, они не позволят вам получить, там, ужин в Акрополе, да, к примеру, ну, я не знаю, как бы, надо какую получать зарплату, соответственно, каким там быть директором и начальником, да, чтобы, извините, поужинать в Акрополе, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, ребята в Газпроме даже, да, как бы, все не могут этого позволить, вот, ну, либо если взять, там, какую-то давнишнюю историю, то, не знаю, ужин с королевой Швецией, мне кажется, тоже не каждый простой смертный может себе организовать, да, в Нобельхоле, вот, поэтому надо вот эти вот эмоции, да, то есть надо людям показывать уникальность, как бы не просто там про деньги трынгеть, да, все время, что, типа, мы тут зарабатываем, все такое, именно уникальность бизнеса показывать того, что люди не могут, скорее всего, получить в своей сегодняшней, как бы, там, рабочей жизненной ситуации. Вот, обязательно надо пользоваться такими современными штуками, да, как сториз, как прямые эфиры, как запись каких-то коротких видюшек прикольных, вот, честно скажу, я сама пока грешу тем, что я ежедневно даже сториз не выкладываю, но, и они у меня не слишком информативные, у меня как-то просто не хватает, там, собранности, времени, не знаю, на то, чтобы все это продумать, вот, хотя идеи вроде как есть, но эти идеи еще организовать надо, да, мне вот Вероника там скидывала у девочки из компании другой, короче говоря, сториз прикольный с ребенком, очень забавно на самом деле, тоже хочется что-то в этом духе снять. Вероника, кстати, снимала тоже прикольные сториз. Да, сейчас вот расскажу. Даже несмотря на то, что я там снимала не слишком информативные видео, я смотрю свою статистику, да, которая у меня идет в Инстаграм, и количество просмотров и охват, они идут с показателем плюс. Вот, то есть они увеличились. Поэтому надо эту тему обязательно использовать. Когда мы были, например, в Москве, соответственно, да, и там хоть и... Ой, небо движется. Мне показалось, у меня уже перед глазами плывет. Да, когда мы были в Москве, и там, ну, как бы с интернетом вообще была беда-беда, и сложно было даже выйти в прямой эфир. Вот, но тем не менее старались что-то запустить. Вот, и я смотрела потом тоже статистику ВКонтакте, она тоже выросла. То есть конкретно вот в эти дни, которые в Москве были, да, прям статистика, она так вух, как бы сразу это нормальный такой прирост. Вот, поэтому надо это делать однозначно. Вот, обязательно надо увеличивать количество друзей, да, на своих аккаунтах, будь то Инстаграм, будь то ВКонтакт. Вот, надо это делать. Вот, дальше. Про планерки я, в принципе, уже сегодня сказала, да, как бы одно дело смотреть запись события, да, и совершенно другое дело на этом событии быть. Это, ну, вот опять же, там, возвращаясь к Москве, невозможно передать никакими словами, никакими фотографиями и никакими видео, да, то, как это было в реальности. Ну, даже прямой эфир этого не передаст. Вот. Вот в начале недели, да, во вторник с утра у нас был скайп. Тоже просто вот на своем примере расскажу. Да, да, Тань, правильно говоришь. И, кстати, Кристина Уржумова тоже про это говорила, да, про, не помню, где она рассказывала. А, в бизнес-прокачке, когда она отвечала про то, что, так, комары пошли, про то, что, говорит, я знаю, что у меня есть теплый рынок, да, который даже отписался от меня, да, то есть они прям отписались, но, говорит, когда я запускаю свой сториз, ну, там, сториз, в сториз что-то, да, то я вижу, что эти люди меня смотрят, ну, то есть как бы люди наблюдают, да, хотя они меня не лайкают, они, возможно, даже от меня отписались, вот, но тем не менее. Поэтому надо, как бы, эти современные инструменты, которые нам, ну, вот, современный мир дает, да, надо по максимуму ими пользоваться. Вот, возвращаясь к скайпу во вторник, прям было тяжелое утро такое, да, но после скайпа стало так хорошо, как бы поднялось настроение, и как-то захотелось снова делать, действовать, да, поэтому надо. Это, если, например, вы, да, либо ваши партнеры, там, говорите, что вы устали, что что-то не хочется, что что-то не получается, вам просто нужен либо вебинар, либо планерка, да, либо скайп, вот, поэтому обязательно надо на всех этих мероприятиях быть, а лучше, конечно, на оффлайн-встрече, вот, и обязательно все равно осваивать базовую литературу. Минимум это у нас, соответственно, для новичков идет бизнес-трафарет, 10 уроков на салфетках и работа с возражениями Бухтиярова. Вот, по чуть-чуть каждый день, пусть по 15-20 минут, но есть у каждого, поэтому надо все равно читать. Вот, я как только дочитаю «17 законов мастера», я вам обязательно непременно тоже проведу вебинар по этой книге, да, и поделюсь своим впечатлением. Вот, если, соответственно, вы тоже хотите, например, про какую-то книгу, которая, ну, вот прям, по вашему мнению, The Best, да, что называется, вот, то обязательно тоже проводите либо вебинар, либо вы можете выступить на планерке, я думаю, все только этому порадуются. Вот, да, кстати, касаемо вебинаров, ребят, с уровня 9% вебинары надо вести. У вас должна быть своя презентация бизнеса с уровня 9%. Это надо не как бы, не тем ребятам, которые будут в вебинарной комнате присутствовать в качестве гостей, это надо вам, как ведущего вебинара. Это как бы вот, вы чем чаще будете об этом говорить, да, тем более откатанной у вас эта презентация будет. Тем более, когда вы себя послушаете со стороны, посмотрите со стороны, не надо как бы делать вот так вот, да, надо просто понять, что можно улучшить, и как вас слышат другие люди, когда вы рассказываете. Да, вот Вероника будет дебютировать у нас наконец-то в июле. Вот, поэтому обязательно, обязательно, ребят, с уровня 9% надо вести в первую очередь свою презентацию бизнеса, да, потом, соответственно, можно взять такие темы, как рекрутинг, ЛТО, работа с возражениями и прочее. Сейчас, кстати, по пятнице скажу тоже, в конце, в пятницу у нас наш вебинарный день. Вот. Так, ладно, едем дальше, то я тут опять начинаю уже очень сильно углубляться. По поводу того, что мы делаем с теми ребятами, которые приходят, регистрируются и почему-то засыпают, да, то есть не включаются активно в работу. Я вот прям, когда мы были на Владимире Полежаеве, да, 19 числа в июне, я прям под копирочку записала его слова. Все люди, которые добиваются успеха в жизни, сами себя мотивируют. Они не ждут мотивацию, они сами ее ищут. Работать по настроению – это непрофессионально. Создавать себе рабочее настроение – это тоже работа. К чему я эту фразу, собственно, да? Вот, смотрите, у нас есть, ну, например, да, там, Катя Черкова. Вот у тебя, да, как бы несколько регистраций в последнее время. Но кто-то включился в работу, а кто-то не включился в работу. Вот, Катюх, ответь как бы в чате, да, если, естественно, есть возможность, ты присутствуешь. Вот ты как-то по-разному с этими людьми общалась? Если ты как-то с одним там вот так общалась, а с другим совсем по-другому, ты какую-то разную информацию им давала или что? Скорее всего, нет. Ну, как бы я продолжу, да, пока мысли, ты в чате можешь написать. Вот. Скорее всего, как бы информацию ты им давала одну и ту же. Там, общалась ты с ними там как-то одинаково, да? Ну, просто кто-то среагировал, а кто-то нет. Потому что просто кто-то из этих людей как бы был в поиске, да, и он был открыт этим возможностям, и ты как бы показала эту возможность, и человек среагировал. Точно так же у Калимулиных, да, там несколько регистраций прошло, кто-то включился в работу, как, например, Наташа, да, Крутихина, а кто-то нет. Это нормально. Вот. То есть мы ищем тех людей, которые ищут возможности. Как бы все очень просто. И опять же, да, я повторюсь, я на прошлой планерке это говорила, что невозможно людей замотивировать. Вот как бы внешней мотивации не бывает. Все, что внешне, это стимуляция, называется на самом деле. Это стимуляция. Мотивация может быть только внутренняя. И человек должен сам себе эту мотивацию создавать. Да? Вот. Как бы вот я немножко различаю эти понятия. То есть все, что внешне, это стимуляция какая-то, да. Внутренняя, это мотивация. Вот. И мне действительно очень понравились, как бы вот эти слова Владимира, да, что работать по настроению, это непрофессионально, да. Что создавать себе настроение, это тоже работа. Действительно заряжать себя на работу, да, каждый день вставать, каждый день ставить себе цель, создавать себе какой-то план, это работа, это тоже часть работы. Вот. Ну, реально это так, как бы настраивать себя, да, на рабочий какой-то лад, это так. Вот. Поэтому кто-то делает свою работу хорошо, а кто-то делает ее не очень. Вот. Поэтому просто работаем с теми людьми, которые делают свою работу хорошо. Я к тому, что не циклитесь и не парьтесь, да, на тех людей, которые не включились. Возможно, они не включатся совсем, а возможно, они дозреют через какое-то время, да. Не надо бросать уснушек совсем, но с ними просто надо работать, как бы до определенного процента своего времени. Вот. Что я хочу вам посоветовать обязательно посмотреть, если вы, возможно, еще эти вещи не смотрели. Уже писала я в чате про выступления Альбина и Ирика Хафизовых на мегафоруме. Очень мотивирующее выступление, да, поэтому, когда у вас не будет настроения и вам надо будет создать рабочее настроение, смотрите их выступления. Как бы Альбина и Ирак, они мастера своего дела, да, и они действительно очень круто умеют заряжать. Вот. Я чуть неинтересную планерку веду, что ли, я понять не могу. Мы вроде начинали восьмером, осталось пять человек. Ну, ладно. Дальше обязательно посмотреть цикл вебинаров Александра Русских. Три вебинара у него. Самый ценный, пожалуй, самый практический, это как раз-таки третья часть. Вот. Но без первых двух тоже, как бы, картинка полной не будет. Вот. Потом, как раз у Александра Русских, да, я услышала про вебинар Дениса Попова про работу с возражениями. Он прям очень-очень этот вебинар рекламировал. Сама еще посмотреть не успела, да, поскольку только русских досматривала. Вот. Но в Ютубе уже нашла, он там есть. Сегодня обязательно буду смотреть. Поэтому вам тоже рекомендую. Вот. И по поводу, соответственно, контента, да, нашего в соцсетях тоже точно есть на канале у Маши и Паши Деминых, и, скорее всего, на канале у Шеймардановых, вебинар Кати Майер с названием «Контент на 5 плюс». Он такой достаточно долгенький, на два часа. Вот. Но Катя, в принципе, профессионал своего дела, да, поэтому у кого проблемы, ну, и не только у кого проблемы, да, с написанием там текстов и контента, это всем, на самом деле, важно посмотреть, потому что это тоже часть нашей с вами работы, нашего с вами бизнеса, да, давать интересный контент. Вот. Поэтому тоже рекомендую вот эти вот записи посмотреть. Дальше. Про как раз-таки русских, да, немножечко углублюсь в эту тему. Цикл его вебинаров «Советы на миллион». Ну, во-первых, да, уже сказала, в принципе, что он говорит обязательно про то, что надо увеличивать количество друзей на своих аккаунтах, да, сейчас они работают вообще ВКонтакте, вот, то есть русских работают ВКонтакте, имеется в виду именно Александр и Светлана, вот, Юля Русских, она, конечно, работает еще и в Инстаграм активно. Каким образом они вообще людей в друзья добавляют, то есть у них идет лимит 50 добавлений, не с одной страницы, естественно, да, это с разных страниц, вот. Но что они делают? Они, вот такая как бы их фишка, они добавляются в друзья к тем людям, у которых сегодня день рождения, да, то есть через фильтры, соответственно, находят тех людей, у кого сегодня день рождения, пишут им там эмоционально приветственную, естественно, речь, там лайкают несколько фотографий, да, и добавляются в друзья. Вот, объясняют это, сама еще не пробовала, сегодня только посмотрела, да, поэтому пока прокомментировать не могу, пока просто такую небольшую затравочку даю. Вот, что люди, в принципе, позитивно на это реагируют, да, в том плане, что, ну, как бы день рождения, это там чуть ли не самый важный праздник в году для большинства людей. О, муж с работы едет. Вот, и как бы в такой день, да, люди, в принципе, открыты всей новой информацией, тем более, когда их тут поздравляют, ну, как-то стыдно не принять человека в друзья. Вот, потом, естественно, как и все, они работают по друзьям друзей и работают по группам, по интересам, да. Да, единственное, вот здесь будьте очень аккуратны, в каком плане. Ну, смотрите, если, например, вы заходите в группу по интересам, не знаю, там, собачников каких-нибудь, да, и начинаете там писать, ой, там классно, вот мы с вами в одной группе, да, и как-то, соответственно, давайте там типа дружить. И при этом у вас на странице нет как бы ни одной фотографии с собакой, ну, это будет выглядеть как минимум странно, понимаете, да. Вот, поэтому если идти в группу по интересам, то у вас это все-таки в вашем аккаунте, да, в вашем контенте должно быть как-то отображено ваши интересы, имеется в виду. Вот, потом, такая интересная, мне у них понравилась фишечка, это вот прям для тех, кто работает в ВКонтакте, да, точно надо брать на вооружение, они создают группы друзей. Ну, то есть, смотрите, как бы технология работы какая, они сначала добавляют, да, соответственно, друзей с кем-то, утепляются сразу с этими друзьями, там, приветственными какими-то парой-тройкой сообщений, вот. Нет? Парой-тройкой сообщений, и они создают, как бы, например, группа «Холодные контакты-1». Да, и этих всех ребят, там, за вот две недели, например, добавляют, добавляют, там, утепляются, и просто, как бы, скидывают все в эту группу, и не трогают их. То есть, не идут сразу, как бы, на пролом, да, а просто их не трогают, то есть, просто добавили, утеплились, как бы, всех вот в эту группу скидали. И потом, там, через две недели примерно, они к этим ребятам возвращаются и начинают уже их прорабатывать с точки зрения бизнеса. Вот, поэтому, интересно, на самом деле, технология, да, поэтому советую посмотреть. Вот, если не осилите там все три части, то хотя бы третью часть, в которой, ну, вот, как раз именно практика-практика уже идет, обязательно посмотрите. Так, да, как-то мне тут навеяло тоже последними, как сказать, диалогами, да. Да, был у меня диалог с одной девочкой, которая сказала мне, значит, примерно следующее, что, типа, того, что вы делаете, там, такой упор на доход, да, как бы, и я там не хочу, типа, заработать всех денег. Ну, вот что-то в таком духе, вот, на что в итоге я, в принципе, ей, как бы, сказала, что, во-первых, говорю, я, в первую очередь, пришла не на доход, да, я пришла немножко за другим. Я пришла за тем, чтобы, ну, одним словом, за свободой, да, чтобы совмещать и, как бы, и жить, успевать, да, и, в принципе, иметь возможности хорошие в жизни. Вот, и, соответственно, я вот в буквальном смысле сказала, что, понимаете, как бы, дело-то ведь не в деньгах, которые вы заработаете, да, в тех возможностях, которые могут дать, естественно, заработанные деньги. Мы все-таки в материальном мире живем, как ни крути, конечно, было бы прикольно, да, если бы у нас там все бесплатно раздавалось и всем там все блага, но, как бы, у нас другой немножечко мир по-другому устроен. И привела ей конкретно вот такой пример, что вряд ли, там, мама, например, ребенка, да, которая нуждается в каком-то лечении, она скажет, что деньги – это не главное, да, и что деньги, они не нужны. Вот, ну, и, в общем-то, продолжила тему, да, что если, как бы, человек правильный, да, у него правильный подход к деньгам, он с их помощью может очень много хороших дел, в принципе, в своей жизни сделать. Вот, на что она со мной согласилась, сказала, ну, да, вообще вы правы, вот, но все-таки у нас с ней диалог, конечно, закончился на том, что, ну, типа того, что, ну, в любом случае, там, каждому в жизни свое, да, и каждый, там, по-своему, наверное, будет зарабатывать. Я, в общем-то, тоже с ней спорить не стала, она абсолютно права, вот, говорю, да, действительно, ну, как мы всегда говорим, да, кто-то должен лечить, учить и так далее, это нормально. Вот, остались просто на связи, то есть диалог все равно закончился, как бы, на позитиве. Это, опять же, к чему я говорю, да, к тому, что не на деньги мы зовем, да, а мы зовем на те решения, которые можно с их помощью осуществить. Вот, то есть этим мы заинтересовываем, возможностями и решениями, да, которые предлагает система. Вот, ну, и коротенечко, да, еще раз я пробегусь по акциям, которые у нас с вами действуют, еще раз про них про все напомню. С 26 июня по 16 сентября у нас акция «Лояльность и лето со вкусом» действует, с посудкой, да, можно собрать себе набор, соответственно, посуды. И можно с помощью этой акции активировать, соответственно, тех партнеров, которые не активированы еще, вот, поэтому используйте. Дальше, акция с крымскими каникулами, наша постоянная тоже, да, тоже о ней не забываем. Вот, условия, я думаю, все уже знают, поэтому уже проговаривать не буду. Ой, что-то еще так долго подгружается. Дальше. Новая акция от компании, да, для партнеров, которые, соответственно, включаются, только включаются в работу, то они могут получить туалетную воду «My Little Garden». Эта акция, внимание, да, она действует и для тех партнеров, которые были зарегистрированы, начиная с шестого каталога, но не активировали свои номера. Вот, поэтому к ним тоже можно с этим предложением обращаться и тоже о нем рассказывать, да, и, возможно, таким образом партнеров активировать. Вот, для приглашающих спонсоров у нас, соответственно, акция «Энергия цвета», классный клач, дорожная сумка и чемодан. Вообще, они прям такие позитивно-бирюзовые, очень хочется их. Вот, условия тоже уже тысячу раз проговаривали, да, уже тоже проговаривать не буду. Если вопросы будут, задавайте в чате. Дальше, внутри нашей команды, да, у нас акции объявлены. Это детская «Омега-3» за первую регистрацию с ЛТО в этом каталоге. Вот, и этот коктейль будет вручен тому, кто сделает наибольшее количество регистраций с ЛТО в этом каталоге, но не менее двух регистраций. Дальше. Тут важно понимать, да, какие выгоды при выполнении, при участии, соответственно, да, в этих акциях получаете вы, какие выгоды у вашего вновь приглашенного партнера. Ваши выгоды – это, естественно, доход, это рост по лестнице успеха, да, это целенаправленное движение в сторону квалификации на банкет и на конференции. На конференции Ю, да, в Мадрид конкретно сейчас имеется в виду. Это участие в акции для приглашающих спонсоров «Энергия цвета», и это, естественно, участие в розыгрыше, путевке в крымских каникулах, да, если у вас есть приглашенный партнер, ваш новичок тоже получает много выгод, да, то есть он тоже выходит на уровень, это минимум 3%, а вообще должно быть как бы больше, да, вот я сегодня только в утреннем сообщении приводила пример, вот, это тоже участие в крымских каникулах, если он делает ЛТО в течение трех дней, то есть и вы, и ваш новичок может принять участие в крымских каникулах, получает он в подарок туалетную водичку, он участвует в стартовой программе, да, участвует в акции лояльности, которая с посудой, и он получает бесплатную регистрацию, да, если в течение 72 часов, соответственно, делает ЛТО. С этим все понятно, оставшиеся в живых в вебинарной комнате. Девочки, все ясно по акциям? Так, едем дальше. В пятницу, 30 июня будет наш вебинарный день. Буду выступать вечером я с сопровождением, вечером будет выступать Саша Александрова сутью бизнеса, и днем будет выступать в 14 Москвы Катя Черкова с темой по рекрутингу, вот, поэтому обязательно приходите, нас поддержите, да, и, в общем-то, для себя тоже полезные какие-то вещи выносите. Вот, и, возможно, еще либо днем, либо вечером чуть пораньше тоже будет Аня Шахаева с короткой презентацией бизнеса. В июле есть день у Калимулиных, по-моему, 11 июля, если я правильно помню, дежурный день Калимулиных. Дальше, что нас с вами ждет еще? Все, ты хочешь, чтобы мы несколько раз за июль дежурили? Я не хочу. И все, можно записаться на любой другой день, пожалуйста, без проблем. Если там как бы это время свободно в тот день, когда ты хочешь, вот, то можно записаться на любой другой день, то есть не только в наш вебинарный день. Ну, лучше в нашем, вот. Что еще нас в этом каталоге ждет? Будем мы точно так же с вами прорабатывать услушек и терминаторов, обязательно будут письма, подготовлю уже к началу следующей недели эти письма, очень сильно постараюсь. Вот, нам с вами надо сделать подборку видео, да, по разным направлениям. Вот, я думаю, что я сделаю, Аня Шахаева давно хочет это сделать, но я думаю, что мы внутри нашей команды сможем побыстрее организоваться, да, чем всем масштабом пока будем ждать. Вот, подборка видео по разным направлениям, по велносу, да, отдельно, отдельно, наверное, там, по ЛТО, видео, которые можно высылать, да, клиентам. Ну, в общем, вот так вот, то есть сделаем небольшую голосовалочку и все данные соберем. Хорошо? Согласна? Вот, я думаю, что у каждого такая своя подборка есть, но, возможно, как сказать, переопылимся, обменяемся, да, какими-то своими клиентам, не поняла, обменяемся какими-то своими мнениями, да, и кто-то там в свою копилочку какие-то новые видюшки интересные добавит. О, Ксюша появилась в чате. Ксюш, привет. Привет. Не видела тебя до этого. Не была ведь ты, наверное? Не видела в списке. И у нас появится чат для потребителей, да, где будем рассказывать чисто про продукт и про акции лояльности. Так, ну, в принципе, у меня все, вот, вроде бы все, что хотела, все рассказала, даже уложилась тик в тик в час. Вот, я, честно говоря, не слышала, резидая еще твое голосовое сообщение, я смогу к скайпу подключиться где-то через 30-40 минут. Вот, если выйдем, то будет круто, потому что, да, я сегодня днем рекрутировала, но надо еще порекрутировать, потому что минимум контактов еще не сделала. Вот, давайте сейчас, ребят, кто-то из присутствующих будет на скайпе? Все, выключаюсь, тогда запись, по крайней мере, выключаю, мы с вами еще сейчас договоримся.